Спорту в проекте строящейся школы на Зорге уделили много внимания. В большом и малом спортивных залах уже сделана вентиляция, подвесная система потолков, кафель в душевых выложили на 95%. Сантехнику планируют доделать в ближайшие дни. Ход работ на объекте проверили народные избранники на выездном комитете. Школу планируют сдать в срок 30 июня. На объекте трудится 73 человека. Работа ведется в соответствии с графиком. Уже установлены лифтовые оборудования, если вы сейчас проходили, там видели, смонтированы. Готовится основание для последнего этапа подготовки полов. Тепло в здании имеется. В общем, работа ведется на объекте в полном объеме. Сейчас с наступлением темного периода начинаются работы по благоустройству территории. Объем выполненных работ по школе как оцениваете? Ну, строительная готовность самого корпуса у нас 86%. Напомним, в апреле прошлого года готовность школы оценивали в 85%, но подрядчик сорвал работы. Новой подрядной организации ООО «Аван» досталось тяжелое наследство. Исправлять недостатки предшественника приходится в ущерб срокам работ. Все проблемы остались от предыдущего подрядчика. Переделываем полы, если вы обратите внимание, потрескались, мы их расшиваем, стены, перештукатуриваем, то есть вентиляция наделываем. В 2019 году контракт на строительство заключили с ООО «ТСК». Сначала подрядчик опережал сроки, затем сорвал их. Договор с ним расторгли. Сумма неотработанного аванса за строительство школы, Центру культурного развития и дороги к детской поликлинике на Чапаево превышает 250 миллионов рублей. Директор компании подрядчика Павел Черезов все еще в розыске. Ущерб, причиненный им бюджету, конечно, колоссальный. Губернатору лично пришлось принимать решение о выделении дополнительной финансирования на завершение объектов. В отношении него возбуждены уголовные дела по другим объектам. Сам он находится в розыске. Представители его организации пытаются доказать, что они какие-то работы выполнили. Нанятая юридическая компания активно предоставляет его интересы в суде. Депутаты проверили строительство Центра культурного развития. Напомним, здание Центра возводят в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеева-Саров». На объекте трудится подрядная организация «Мастер кровли из Чебоксар». Сейчас работы проводят по инженерным сетям, сетям отопления, холодного и горячего водоснабжения, кровли и конструктива. Фасад готов к покраске. Также произведение инженерной работы по электромонтажу и по вентиляции. В данный момент они уже сделаны практически все. Ждем отделочников. После этого мы уже начинаем дальнейшие работы по установке шкафов, электрооборудования и по вентиляции тоже самое. Объект планируют завершить 30 июля. Свои двери для горожан он откроет в сентябре, рассказал Леонид Бородулин. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.